Осень в небе сквозь головы, осень в небе просят земли Решил записать видео, сейчас были мысли такие, что моя жизнь, она для многих, для большинства, кто смотрит мои видео с моих близких и родственников, она просто непонятна, непонятна для вас, но вообще такой образ жизни это просто как другой мир, я так предполагаю, потому что вы так никогда не жили, и это сложно, конечно, понять, это такая, наверное, некоторая экзотика, то есть у меня нет всего того, что есть у вас, у меня нет тех вещей, которые ежедневно присутствуют у вас, то есть там жилья такого дома, какого-то там быта такого привычного, у меня вообще быта нету, потому что я, честно говоря, не знаю, есть ли такие дальнобойщики еще, как я, такие, у которых вообще нету ни кухни, ничего, у меня даже сейчас нету чайника, потому что поломался чайник, у меня сейчас вообще никакого огня нету, ничего теплого я не могу приготовить, но я настаиваю травы, у меня там ромашку я покупал, мяту покупал и настаиваю просто в банке, утром заливаю в банку, например, в течение дороги пью, а потом, ну, потом подливаю понемногу, если уже вкус теряется, то могу еще положить пакетик, и так в течение дня у меня получается такой холодный настой на травах, но это намного лучше, кстати, чем заваривать, вот, но не факт, суть в том, что у меня, конечно, быт, и сколько мы с коллегами были, там, общались, либо там в магазин ходили, когда там, ну, где-нибудь стоишь, там, на паркинге, и там, как у меня, там, с нашей фирмой или не с нашей, там, ну, пойдешь за компанией в магазин, пойдем, и все постоянно удивляются, что, ну, как-то так мельком может речь зайти, что вот там, я сегодня, например, ходил бы с коллегой, кабачки покупал, цукини, он говорит, он такой, типа, на сковородку, да, я говорю, нет, не на сковородку, он, типа, ну, варить или что-то, они так, так ем сырыми, вот, но он тоже взял, короче, кабачки, но он будет их готовить, вот, и, конечно, ну, мне, мне понятен, мне, в принципе, понятен, я думаю, что больше понятен, например, ваш быт, ваша жизнь. Я жил друг с другой жизнью довольно долго, когда у меня было, там, завтрак, обед, ужин, у меня было жилье, работа, когда я постоянно прихожу, однообразно, ну, более однообразное, более такое приземленное, вот, но сейчас, конечно, все совсем по-другому, ну, и мне это нравится, потому что я ощущаю какую-то свободу, такую свободу, как сказать, ну, какую-то большую раскованность, мне, меня угнетает, например, такая жизнь, когда в четырех стенах постоянно, движение дороги для меня это как наркотик, ну, это, наверное, после еще, после работы в такси, пять лет, когда я работал, я привык к этому постоянному движению, и мне это как-то спокойнее, когда перемещаешься, конечно, это сейчас уже мне это не так комфортно, как раньше, долгое сидение, мне нужно больше двигаться, возраст уже такой, здоровье не такое отличное, когда я могу там сутками сидеть за рулем или сутками сидеть за компьютером, теперь уже надо куда-то ходить, гулять, чтобы себя нормально ощущать, чтобы нормально работала голова, чтобы физически себя ощущать получше, природа нужна тоже, но мне, кстати, хотелось бы немного передать, передать свои ощущения и свое какое-то, ну, как бы свой опыт жизни моей, какая у меня происходит сейчас, для того, чтобы, ну, для того, чтобы тех людей, у кого этого нету, чтобы они хотя бы могли со стороны посмотреть, что может быть, ну, как может быть иначе, то есть, ну, расширить свой опыт, восприятие, ну, ну, что может быть иначе, то есть, это можно не проживать просто, а посмотреть, как кто-то другой так живет как-то иначе, и, ну, мне кажется, это некоторое такое расширение, расширение восприятия мира. Вот за что мне еще нравится работа такая, за то, что даже где-то в какой-то глуши стоишь, там пускай даже может быть не очень чисто, условий нет, какая-то стояночка, но чаще всего поют птички, природа, свежий, достаточно свежий воздух, намного свежее воздух, чем во многих работах вообще, ну я просто периодически, периодически, у меня мысли такие приходят, когда например какие-то, ну бывает, что такие склады какие-то, где у меня загрузки, люди там на складах работают. Черешня, во Франции черешня. Я очень удивлен, что здесь растет черешня. Такое еще не совсем спелое, не совсем спелое, но тем не менее. Сколько глупого еще села река? Это вообще вот такие вот, такая жесть бывает. Хотя рядом есть лес, да, много-много леса, много деревьев, можно сходить туда, сходить в туалет, надо нагадить на стоянке. Я уже общаюсь не с первым болгарином, и они часто бывают, общаюсь уже не с первым болгарином, и они знают многие русский язык. Не много, но знают. Я как-то с одним общался, у них даже в школе учили русский язык были, ну до девяностых лет, а потом они, сейчас они в Евросоюзе вроде. Вот. Сейчас у них, ну, такое движение, короче, европейское, ну, анти-пропаганда, анти-Россия. Хотя вот сколько я с болгаринами встречался, а это, наверное, два или три человека, они очень хорошо относятся к русским. И вот этот человек, который я сейчас разговаривал, ему нравится Путин, и вообще он смотрит новости русские, российские новости, смотрит всякие ютуб-каналы, вот, и, ну, понимает по-русски, говорит не очень так, но понимает хорошо. В общем, хожу по магазину, смотрю шоколад, иногда я смотрю шоколад, и, видя на стле, вспоминаю, что раньше я хорошо относился к этой фирме, типа, хорошее качество, дорогой шоколад, всегда вкусный. А теперь я понимаю, что это одна из злейших фабрик мировых, мировых, которая выпускает кучу всякого говна, которая практически создана для истребления человека. Все равно память возникает от этой эмблемы на стле, в памяти возникают такие приятные воспоминания, типа, это такая хорошая вещь, а на самом деле это зло, зло, зло. Любой из этих, только не на стле, какой-нибудь естественной био, любые аналоги, только не популярные корпорации, типа, кока-колы, которые производят продукцию под многими брендами, разными брендами, также и на стле. Даже товары, которые кажутся российские, а на самом деле их производят на стлее. Спасибо. 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 Спасибо.